Древняя русская государственность прошла определенные ступени своего развития. Об этом тоже необходимо помнить, чтобы наши исторические представления носили более научный характер. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Ну, в частности, начнем с того, что Киевская держава, времен, скажем, Ярослава Мудрого, это с точки зрения политической системы, это раннефеодальная монархия. Киевская Русь – это раннефеодальная монархия. Раннефеодальная монархия постепенно, так сказать, становится развитой монархией. И начинается новый период в истории древнерусского государства, период, который принято называть феодальной раздробленностью. Что такое феодализм? Мы вот часто в книжках по истории читаем феодальные отношения, феодалы, крестьяне и так далее. Так вот, феодализм – это одна из общественно-экономических формаций. Здесь мы неизбежно возвращаемся к теории исторического материализма, созданной Марксом и Энгельсом, и, по сути дела, до сих пор непревзойденной с точки зрения масштабности объяснения исторических процессов. Так вот, согласно марксизму-ленинизму, согласно историческому материализму, точнее говоря, существует такой этап в развитии человечества – феодализм. Феодализм – это такая же общественно-экономическая формация, как первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодальный строй, капитализм, и дальше Маркс надеялся, что будет социализм, а затем и коммунизм. Ну, что касается коммунизма, то его никто не видел, и трудно сказать, увидит ли кто-то когда-то. Но так или иначе, реально существовал капитализм и существует, как общественно-экономическая формация, и существовал феодализм, существовал первобытно-общинный строй, рабовладельческий. Соответственно, каждая из этих общественно-экономических формаций имеет свои признаки, по которым историк определяет. Вот есть у меня какое-то общество, есть у меня какие-то сведения, что там происходило, и я задаю себе вопрос, можно ли это общество назвать феодальным, или это рабовладение, или это капитализм, или еще что-то. Так вот, признаки феодальных отношений. Первый признак – это сочетание крупной земельной собственности и мелкого крестьянского владения. То есть, проще говоря, есть люди, которые владеют огромными кусками земли. А земля – это основа жизни при феодальном обществе. Владеют огромными кусками земли на правах собственности. Это князья, бояре русской истории, это монастыри, это епископские кафедры. Конечно, сами они эту землю не обрабатывают, они отдают ее в пользование, в аренду крестьянам. И за это крестьяне платят поземельную ренту. И вот второй признак феодальных отношений – это существование поземельной ренты, которая может быть либо в виде натуральным продуктами, либо денежным, либо отработочным. Ну и третий признак феодальных отношений – это так называемая система внеэкономического принуждения. То есть, своего рода большая дубинка, которая заставляет крестьян платить эту самую поземельную ренту, которую им платить, конечно, не хочется. И вот когда есть эти три признака, мы можем сказать, что да, это действительно феодальное общество, пожалуйста, вот оно здесь представлено. Но если чего-то из этого нет, вот тут уже историк начинает задумываться. А если это так, то это другой строй, это что-то непохожее. Ну и вот когда занимаемся Древней Руссией, то мы ищем прежде всего чего? Мы ищем вотчину – крупная земельная собственность. Первый признак феодальных отношений. И вот дискуссии современных историков по поводу Киевской Руси в основном сводятся к тому, была ли там частная собственность на землю или нет. И главный источник здесь существующий – это, конечно, русская правда. Мы должны вспомнить еще раз нашего Ярослава Мудрого, который среди прочих мудрых своих деяний создал первый русский свод законов. Кодекс. Русская правда. 1016 год. Первые 17 статей русской правды посвящены разным имущественным отношениям как раз. Когда после смерти Ярослава Мудрого начинается борьба между сыновьями – это начало феодальной раздробленности. Некоторые историки считают, что таким вот четким рубежом начала феодальной раздробленности является Любический съезд 1097 года, где князья договорились – каждый додержит отчину свою. То есть вместо того, чтобы постоянно переходить с одного места на другое, с одного княжения на другое, давайте у каждого будет своя семейная, так сказать, княжеская отчина, и мы будем управлять каждым своим уделом, каждым своим княжеством. Такое решение было принято, по крайней мере, на словах. И вот начинается этот период феодальной раздробленности, то есть распада Киевской Руси. Распада Киевской Руси на большие и маленькие осколки. В общей сложности около 15 больших и маленьких наследников Киевской Руси. Такие, как Смоленское княжество, Рязанское, Черниговское, Тамгалецкое, то есть около 15. Значит, среди этих 15 осколков Киевской Руси, три выделялись наиболее крупные, наиболее значимые наследники Киевской Руси. Какие? Ну, это прежде всего Владимиру Суздальское княжество, затем Новгородская Боярская Республика и Галецко-Волынское княжество. В каждом из этих трех политических образований сложилась своя политическая система, не похожая на систему соседа. Для того, чтобы это лучше наглядно представлять себе, представьте себе то, что я называю треугольник власти. Треугольник власти – простая фигура, равносторонний треугольник. Каждый из углов которой символизирует некую политическую силу. Треугольник власти – это монархия, аристократия и народ. И вот борьба в этом треугольнике, она составляет самую суть политической истории нашей Древней Руси. Так вот, Владимира Суздальское княжество – это государство своего рода, в котором преобладание становится на стороне монархии. Владимирские князья, как их называли, самовластцы, их можно назвать диктаторами, их можно назвать самовластцами, но во всяком случае преобладающим политическим мотивом для Владимира Суздальского княжества была монархия. Монархия – то есть власть одного, сильная власть одного лица. Другая политическая система сложилась в Новгороде. Новгород – это Новгородская Боярская республика. Там, вот в этом треугольнике, преобладание получает аристократия. Аристократия, которая сумела подчинить себе князей. Князья в Новгороде были, но только как военные наемные специалисты, которые приглашались на определенных условиях и которых могли в любое время, так сказать, новгородцы прогнать. И вот, начиная с 1136 года и до самого конца 15 века, Новгород живет по своим законам, по законам Боярской республики. Третий вариант политического развития вот этих осколков Киевской Руси – это Галлицко-Волынское княжество. Галлицко-Волынское княжество имело наиболее тяжелое наследство. Дело в том, что там сложилась такая ситуация, когда сильное боярство соседствует с сильной княжеской властью. То есть силы примерно равны. Большой княжеский домен и в то же время большие боярские вотчины. Богатая земля, Галлицко-Волынское княжество, плодородная почва, реки, текущие в Черное море, возможности для развития торговли, соляные копии. То есть в результате там получилось равновесие сил. И вот это равновесие между аристократией и князьями привело к тому, что между ними началась бесконечная гражданская война. И чаша весов, так сказать, колеблется. В итоге страна была настолько обескровлена, что в конце концов стала легкой добычей для враждебных воинственных соседей. Она попала уже, это Галлицко-Волынская земля, под власть сначала Польши, потом Литвы, частично Венгрии и выходит за пределы древнерусского государства уже в 13-м столетии. Возникает вопрос, почему сложилось вот именно так, а не по-другому. Почему Владимира Суздальское княжество оказалось наиболее склонным к развитию монархических тенденций, которые со временем привели, кстати, к московской монархии. Московская монархия выросла из Владимира Суздальской. И не случайно наш Успенский собор Московского Кремля так похож на Успенский собор во Владимире. Это знак определенной преемственности. Так вот, на эту тему историки много рассуждали и пришли к такому выводу. Дело в том, что Владимира Суздальское княжество возникло в бедном регионе, где не было сильной аристократии, потому что ей не на чем было особенно разбогатеть. Потому что наша территория между Окой и Волгой не имеет никаких богатств. Тут нечему, так сказать, не на чем нажиться. Нет ни драгоценных металлов, ничего подобного. И поэтому, когда киевские князья во главе с Юрием Долгоруким пришли сюда, в этот северо-восток, то сильного сопротивления они не встретили. Местные старейшины угрыфинских племен или же восточнославянских родов, они подчинились князьям, которые пришли из Киева, потому что сопротивляться они не имели достаточно сил. Другое дело Новгородская Боярская Республика. Там сложились сильные боярские кланы. Кланы, то есть семьи, роды, которые концентрированы были на торговле. Торговля, особенно такая вот транзитная торговля, которой занимался Новгород, собирая дань со своей огромной колонией на севере и продавая потом все это мед, воск, пушнины главным образом. Да, так вот, добыча всех этих богатств требовала объединения сил. Артелями новгородцы должны были действовать на своих северных владениях. Ну и вот в результате новгородцы научились, во-первых, быть заодно, заедино. Во-вторых, научились отстаивать свои интересы сообществами. Не по одному, а сообществами, артелями, которые занимались добычей пушнины на севере. А вот таким образом получилось, что три разных направления развития политических наследников Киевской Руси. И вот вообще говоря, любая политическая система, значимая, она старается создать образы. Образы своего могущества, своей справедливости и так далее. И вот русская культура XII века, она блестяще это подтверждает. Владимирские диктаторы строят утонченные храмы, которые действительно напоминают храмы библейского царя Соломона. Новгород строит свои храмы. Они выражают душу Новгорода. Они мягкие, они бесформенные, такие, как вырастающие из земли, как грибы новгородские храмы. Галицко-Волынская земля – белокаменные храмы. Церковь Пантелеймона в Галиче – это же блеск, это же предшественник церкви Покрована Нерли. Ну и, конечно, литература процветает в это время. Слово полку Игореве, 1185 год. Так что феодальная раздробленность не была регрессом, она была движением вперед. Феодальная раздробленность была исторически прогрессивным явлением, поскольку она открывала новые возможности для развития феодальных отношений. В чем эти новые возможности? Прежде всего, в сильной власти на местах. Раньше власть была в Киеве, и пока киевские князья дойдут до какого-нибудь мятежного Суздаля, там уже уничтожат всю местную аристократию. А теперь возникает сильная власть на местах, которая способна быстро подавлять сопротивление. И в этом отношении развитие феодализма было движение вперед. Конечно, это было жестокое движение, оно требовало подчинений, но это было движение вперед. И общество отчувствовало это движение. И выражением этого движения стали прекрасные памятники архитектуры, живописи, которые сохранились до нас от XII века, от периода феодальной раздробленности. Субтитры создавал DimaTorzok